Первое правило. Выступление должно быть не более 10 минут. Второе правило. Только свои собственные исследования. Третье правило. Доклады должны быть очень простые. Я сегодня вам расскажу о одном из наших проектов кафедры микробиологии, биологический факультет МГУ. Микробиота, как она влияет на нас и как мы можем влиять на нее. Вы все прекрасно знаете, что все микробы разделяются на плохих и хороших. На самом деле это неправда, как мне кажется. И наши отношения с микробами, они похожи на такие серьезные партнерские отношения 90-х годов. Причем есть персонажи, с которыми вообще нельзя договориться. И используя соответствующую терминологию, это просто какие-то совершенно отражения. Отмороженные микробы, называются они патогенные. И с ними работают как раз суровые парни в халатах, медицинские микробиологи. Мы же выбрали для себя агент более такой нормальный, с которым можно хотя бы о чем-то разговаривать. И мало того, что можно разговаривать, можно еще найти какие-то конструктивные отношения выстроить. И это наша микрофлора. Итак, собственно, что же это такое? У нас вот примерно в этой части кишечника болтается клеток в 10 раз больше бактериальных клеток, чем наших собственных. Они просто очень крохотные и маленькие. Их 10 тысяч видов. Просто вот такое безумное разнообразие. И что самое интересное, если взять весь геном всех микроорганизмов, объединить, что называется сейчас микробиомом, то весь суммарный геном наших симбионтов в 360 раз больше, чем наш собственный геном. И причем для каждого человека соотношение микробов разное. То есть условно они у нас у всех одинаковый набор, но соотношение абсолютно индивидуальное. И возвращаясь к генам, на самом деле каждый ген по факту это функция. То есть получается, что микробное сообщество в 360 раз больше обладает функциями, чем мы сами. Перечислять можно вообще абсолютно бесконечно. Из функций я выберу, наверное, только несколько самых главных. В первую очередь микробы тупо нас кормят. Дело в том, что то, что мы не можем доесть, проваливается к ним туда вниз, и они, у них же в 360 раз больше функций, они съедят все вообще. И это проваливается туда, они прекрасно это доедают, и в виде своих метаболитов, которые для нас являются обалденно вкусной энергией, забрасывают нам в кровь. Прекрасно, все здорово и хорошо, но у этого, как и казалось, в последнее время есть одна проблемка. Дело в том, что лишний вес у человека отчасти связан с тем, что у него микробы очень шустро это все доедают. И получается, что человек покидал в себя какой-то салатик, травку, да я не ел ничего. В итоге раз, получил лишнее, освоить не смог, вес приплыл. При этом микробы на самом деле еще кормят и саму трубу, сам кишечник. Дело в том, что слизистая кишечника на 70% питается от микробных метаболитов. И это впервые выяснили, когда начали применять антибиотики. Вроде как-то антибиотики на человека не действовали, по крайней мере те в тех концентрациях. А вдруг выясняется, что появляется язвенный колит, тупо дырка. Начали разбираться, почему. Все просто. Микробов убрали, питание убрали, дырка. Про защитные штуки рассказывать особо не буду. И так понятно, что, естественно, влияние на иммунитет происходит. И вместе с тем просто физически микробы укрывают всю слизистую. Есть даже такой термин биопленки. То есть вот эти вот безбашенные товарищи-патогены, чтобы они не пробились через нее. То есть они укрывают достаточно плотно. Из самых интересных и любопытных функций, которые в последнее время стали так очень модны, много статей на эту тему, это как микробы влияют на наш мозг. Дело в том, что наше поведение в большей степени управляется нейромедиаторами, которые производит наш мозг. Серотонины, гдофамины и так далее. Так вот оказывается, что микроорганизмы продуцируют точно такие же соединения. Или их предшественники. Они прекрасно вместе с током крови, с током жидкости из кишечника попадают в кровь и начинают точно так же на нас воздействовать, как и наши собственные нейромедиаторы. Причем, например, было показано, что количество серотонина в крови связано с лидерскими способностями и так далее. Микробы из шерихи и коли, например, прекрасно шпарят серотонин. И что оказывается интересным, что для чего же они это делают? Они не просто вселились в нас. Сейчас мы будем управлять этой двуногой машиной. Не, ничего подобного. На самом деле это язык, на котором микробы общаются сами между собой. И наши собственные нейромедиаторы на них точно так же действуют. То есть у нас выстраивается с ними диалог, как с полноценным органом. Ну и, собственно, тогда встает вопрос, мозг один или два? И каким мы думаем? И вот эта шутка «Да ты чем думал?» Она оказывается… И так происходит, когда все здорово и замечательно. Когда микробы в порядке, мы их кормим, они сыты и довольны, им все здорово. Но так происходит очень редко, потому что, как правило, мы их недокармливаем. Что является для них питанием? То есть питанием для них является то, еще раз, что мы сами переварить не можем, и до них может долететь. Отбрасываем пластик, детали, титан, вот эти все элементы, которые в норме в диете не должны присутствовать. Что это? Растительная пища, растительная клетчатка, растительные волокна. Мы их переварить не можем, микробы их прекрасно переваривают и этим соединением. Сейчас присвоили новый термин, который называется пребиотики. Это одна технология. Про фекальные трансплантанты говорить не буду. И вторая технология — это пробиотики. Собственно, чем мы и занимаемся. Что такое пробиотики? Это живые бактерии, употребленные в адекватном количестве, положительно влияющие на здоровье человека. ВОЗовская формулировка. На самом деле, несмотря на эти рекламы, ой, мне стало легко, шарфик сбросил, полетел, нырнул. Вот эта вся ересь, которая звучит, пробиотики — реально действующая штука. Реально клинически доказано, что они действуют. Много раз, на людях, на животных, как угодно. Все реально работает. И мы в своей лаборатории как раз разрабатываем новые виды пробиотиков, и мы разработали такой консорциум микроорганизмов. И нам удалось, ну, в общем, такие достаточно редко, которые используются в продуктах питания, и нам удалось составить их в некий симбиоз. То есть не просто смешать, потому что между ними начнется, это же братва, они же не понимают, у них же останется один лидер в итоге. Нет. А мы подружили так, что они вроде такие братья навек, бригада. Непонятно, как это получилось, но получилось, и это круто. Мы дальше разработали технологию, с помощью которых можно получить кисломолочный продукт, и, естественно, провели клинические испытания, и тем самым доказали, что он действительно пробиотик, что он действительно работает. И в нашей лаборатории есть ряд проектов, которые ведется совместно с Роскосмосом, в спутниках, переработка органических отходов с помощью микробов и так далее. И тогда мы узнали такую проблему, что у космонавтов с микрофлорой тоже происходит беда. Из-за того, что они в гермообъекте, отсутствие гравитации, перераспределение воды, в общем, начинаются там очень неприятные вещи. И было бы здорово, чтобы они употребили тоже пробиотики. И употребили их не в виде каких-то капсул, таблеток, пилюлик или чего-то такого, а в виде какого-то вкусного, хорошего продукта. И тогда мы придумали такую технологию. В норме космонавты пьют из таких пакетов с клапаном. Мы в пакетик закладываем сухое молоко, микробы наши, легенькие, компактненькие, все поднимаем туда, ведь свежий не будешь гонять туда каждый раз, вам свежий кефир. Они достают, наливают воду, поболтали, в тепло, 4 часа, готов вкусный свежий кисломолочный продукт. И для того, чтобы понять, что микробы не свернется, у них голова на орбите, потому что непонятно, здесь-то мы все проверили, а вот что там, мы как раз пульнули наших микробов в рамках спутника Бион М1, и он провел в прошлом году, в мае, ровно месяц, и у нас прошла прекрасная, божественная ферментация, все прекрасно получилось. Я не знаю, цените вы это или нет, но вот эта чашка была на орбите, 30 суток в ней рошли наши микробы. Представляете? Вот реально, честно, никого не обманываю. Этот стакан местный. И, ну, собственно, идея как раз сейчас будет спутник Фотон, где мы также повторные испытания проведем. Но сейчас уже все понятно, что с микробами все нормально, ничего не случилось. Дальше, естественно, это можно применять для всяких экстремальных групп, МЧС и так далее. Вот. И в завершении я бы хотел пригласить сюда смельчака. Отлично. Как тебя зовут? Егор. Не боишься? Аминь. Ну, неплохо, да. Ну, и тогда смельчаку подарок. Держи. Это тебе. Этот бесценный подарок. Бутылочку верня, она дорогая, лабораторная. Спасибо огромное. Здравствуйте. Привет. Я Леша. У меня вопрос такой, а откуда вообще берется микробиот изначально? В какой момент после рождения? И как? Да, хороший вопрос. Ну, официальная легенда гласит о том, что во время рождения. Но сейчас появляются данные о том, что плод тоже не стерилен. Хотя это здорово сомнительно, но если это действительно так, это вообще всем голову взорвет. В норме во время рождения. И очень важно то состояние микрофлоры, которое было у матери во время беременности, потому что именно оно будет фиксироваться у ребенка как норма. А как? Ну, просто как связаны там вот родильные пути и кишечник, они же никак не пересекаются. Да ладно. Представляете, как рождается ребенок? Окей. Окей. Не уверен, что я хотел это знать, но... Он же целиком там проходит. За кефирчиком подходи потом. Так, кто следующий у нас? Там же где-то есть? Есть здесь. Давайте. Андрей, здравствуйте. Меня зовут Артур. Я хотел узнать... Я хотел узнать, а насколько сильное влияние пребиота может оказывать на мыслительные процессы человека, и он, в свою очередь, на нее? Вот вы сказали, что есть это взаимосвязь. Насколько она сильна? Мне тоже крайне интересно. Ну, по крайней мере, то, что сейчас на людях это только совсем маленькие эксперименты. Ну, вот с депрессией было показано, что когда микробиота сильно депрессуются, ну, как-то прессуются чем-нибудь, то возникают какие-то депрессивные вещи. Больше показано животных, что стерильные животные, они какие-то безрассудные, становятся сильно подвижные и так далее. Я думаю, что в ближайшие лет, я не знаю, года 4-5, будет много информации на эту тему, потому что это прям такая пиковая тема сейчас. В Science, в Nature шлепаются статьи по этому поводу. Потому как микрофлора, она же отлична у разных людей, у разных рас и так далее. И вот тут уже выплывает вопрос ментальности. Она наша или микробов? Ну, я говорю, а ты чем думал вот этот вопрос? Он не просто так. АПЛОДИСМЕНТЫ